будущее распределено и мы увидим это с вами собственными глазами если в доиндустриальной эпохи церкви служили местом встречи людей и представляли из себя коммуникационные хабы то из-за индустриальную эпоху церкви превратились в склады антиквариата есть ли место церквям в цифровой эпохи неясно если раньше людям приходилось верить священникам что святое писание не содержит ошибок то теперь людям приходится верить разработчикам что открытый код не содержит уязвимостей судя по всему от веры мы еще не скоро уйдем но вот объекты нашей веры изменятся кардинальным образом если раньше централизация держалась на том что простым людям было до верхов недостучаться и никто не мог просто так встретиться и пообщаться не с президентом не с министром то сейчас в новую информационную эпоху это считается дурным тоном поэтому у всех более-менее уважающих себя управленцев есть какие-то странички в социальных сетях через которые они общаются с простыми пользователями блокчейн выводит взаимодействие между людьми на новый уровень теперь если у пользователя нету возможности пообщаться с разработчиками и создателями проекта напрямую у такого проекта почти нету шансов на успех если раньше у простого человека пообщаться с депутатом была возможность только во время предвыборной кампании а после предвыборной кампании проблемы индейцев вождя переставали волновать то теперь роль депутата выполняет комьюнити адвокат это человек который постоянно находится с сообществом который общается с сообществом 24 часа в сутки роль комьюнити адвоката как правило выпадает непосредственно на тех кто пользуется доверием как проекта так и всего сообщества то есть мы еще не скоро перестанем нуждаться в отсутствии модерации нашего социального взаимодействия иными словами для того чтобы много людей хорошо общались вместе должен быть кто-то кто будет помогать этому взаимоотношению проходить и конечно же распределение благ внутри сообщества всегда являлось очень важным вопросом но если раньше за распределение благ отвечала маленькая централизованная группка которая конечно распределяла их своих личных интересах то теперь распределением благ будет заниматься смарт-контракт смарт-контракту мы можем верить потому что он не человек наше представление о государстве тоже меняется если раньше это была какая-то бездушная мега машина то теперь мы воспринимаем государство как поставщика услуг государство поставляет нам государственное образование государственную медицину как правило это что-то очень низкокачественное все мы прекрасно знаем что почта доставляет товары куда хуже чем amazon но блокчейн выводит сервисы абсолютно на новый уровень блокчейн помогает нам создавать распределенные сервисы сервисы которые работают даже тогда когда нету главного распределенные сервисы куда эффективнее централизованных более того стоит один раз запустить распределенный сервис и он будет работать постоянно его не нужно будет больше поддерживать дополнительными ресурсами его всегда можно будет улучшить но и без улучшений он будет продолжать стабильно работать каждый привычный нам сейчас централизованный сервис будет иметь свой децентрализованный аналог у нас будет децентрализованный uber децентрализованный facebook децентрализованные финансы децентрализованная банковская система децентрализованный маркетинг все будет децентрализовано потому что это эффективней В нашем распределенном будущем третья сторона нужна нам как лестница в поле Мы, конечно, можем представить себе лестницу в поле, просто непонятно, зачем она нам нужна Блокчейн изменит все привычные уклады нашей жизни Потому что раньше мы всегда полагались на третью сторону, а теперь нам придется жить без третьей стороны И несмотря на то, что блокчейн решит все проблемы предыдущей парадигмы Он принесет нам и новые проблемы Наше распределенное будущее будет светлым, но не безоблачным Освобождение от третьей стороны приносит одну главную проблему Нам придется нести ответственность самим Если раньше за наши экономические и социальные взаимодействия несли ответственность третьи лица То теперь нам самим придется нести ответственность за свои ошибки Нам больше некого обвинить Мы не сможем сказать, что в наших бедах виновата третья сторона Нам придется понять, что в наших бедах виноваты мы сами В новой цифровой эпохе сложнее всего придется тем людям, которые привыкли работать поменьше и получать побольше Людям, которые постоянно ищут место, куда бы им пристроиться Эти люди не в состоянии найти занятия самим себе Им постоянно нужен начальник, который бы говорил им, что делать И они бы делали вид, что они это выполняют за определенную плату Как эти люди найдут себя в новой цифровой эпохе, где нужно самостоятельно придумывать себе занятие И самостоятельно выполнять его, при этом вкладывая усилия, чтобы получить действительно хороший результат Непонятно В двух предыдущих выпусках мы говорили о законах распределения Если вы не смотрели эти выпуски, обязательно посмотрите Потому что эти два закона прекрасно предсказывают, как будет себя вести система в ближайшем будущем Но, к сожалению, эти два закона прекрасно описывают только то, что произойдет в ближайшем будущем Возможно, это породит новые формы взаимодействия между людьми и создаст так называемый нейронет Гигантскую распределенную структуру, где каждый человек будет нодой Мы легко можем представить себе как хорошие, так и плохие исходы будущего И если у вас есть свое мнение по этому поводу, напишите его в комментариях Но главное, не забывайте, кроме футурологии, нам надо решать по-настоящему насущные проблемы Нам надо перейти с рельс централизации на рельсы децентрализации Чтобы быть впереди паровоза децентрализации, подписывайтесь на канал Фарклок Ставьте лайк и ждите новых выпусков Форк Зэ Систем А я пошел в светлое, распределенное будущее Субтитры сделал DimaTorzok